Красота в глазах смотрящего. Есть люди, которые видят этот мир яркими красками, темными и светлыми. И то, какой этот мир для нас, определяет то, что внутри нас. Согласны ли вы со мной? Ас-саляму алейкум, арахталлахи, дорогие телезрители! В эфире программа «Цена успеха» и с вами я, Лисан Барива. Сегодня в нашей программе дорогой гость Инесса. Человек, который реализовывает свои мечты через творчество, через пошив одежды и краски. Ас-саляму алейкум, арахталлахи, Инесса! Алейкум ас-саляму арахталлахи, биракату! Инесса, как вам удается видеть мир красками? Я видела ваши картины, они невероятные. Спасибо. Я с детства любила рисовать. С детства находилась в такой творческой среде, начиная со школы. И поэтому у меня всегда была тяга к этому. И я думаю, что написание картин – это такого рода результат вот этой любви к красивому. Поэтому как душа себя, видимо, чувствует в этот момент, такие краски на холсте и выливаются в такие краски. А когда вы первое ваше рисунок, помните, когда вы прикоснулись, я не знаю, к бумаге, к краскам? Я помню, меня в садике воспитатели заставляли рисовать для каких-то конкурсов различные рисунки. Но вот я помню, что я с детства всегда рисовала, всегда с красками рядом была. Уже будучи школьницей, я пошла на обучение, получила корочку художника-офармителя. То есть, в общем, на протяжении всей жизни меня это все сопровождает. Ага. На данном этапе жизни что для вас ваше рисование? Это творчество, это хобби, это работа? Или это способ, возможно, инструмент для каких-то других ваших проектов? На данном этапе, если говорить именно о картинах, то скорее хобби, которые есть большое желание перевести в работу, в другую плоскость. Но, к сожалению, сейчас пока не всегда хватает времени. На это дело. Ну, будем стараться его находить. Это работа именно на заказ или это коллекция? Ну, хочется вот именно картина на заказ. На заказ делать. На начать интервью, да, писать. Выставку организовывали? Нет, нет. Выставки не было. Не настолько далеко я зашла в этом деле. Ну, может быть, когда-нибудь, иншалла. Инесса, почему бренд называется «Майо»? Ну, все очень просто. Это буквы, начальные буквы имен моей семьи, членов моей семьи. Детей моего имени. Вот родилось такое название. Ваш бренд одежды. Я смотрела вашу страницу, изучала. Он совсем недавно появился? Да, буквально, я не знаю, от силы два месяца прошло. С тех пор, как я в это окунулась. Что вы вложили в этот бренд? Я всегда хотела заниматься сочинением одежды, как я это называю. У меня всегда было такое желание, но не всегда, вернее, раньше не было решительности взять и начать. А здесь как-то так сложились обстоятельства, что я просто за две недели взяла и решила, вот сейчас надо. Создала первый кусочек коллекции к фестивалю мод. Как вы думаете, бренд, как вы чувствуете аудиторию? Бренд уже нашел отклик в сердцах людей? Ну, судя по отзывам, по обратной связи, да, отклик нашел. Но так как я в самом начале пути, я думаю, что сердец будет завоевано намного больше. Ну, в общем-то, да, отклик есть. Очень часто успешные бренды – это про самого основателя, про его ценности. Какие идеи, какие ценности вы закладываете в производстве, в эту одежду? Ну, вот если честно, первая коллекция, вернее, как она пока единственная, да, была выпущена не для мусульманок. Ну, как бы светская одежда, но с целью, ну, как сказать, прикрыть женщин. То есть более женственные наряды, более все закрытое. Ну, у меня как бы принцип такой, да, и длина, и силуэты. Вот, поэтому изначально цель была такая – создавать женственную красивую одежду. Ну, вот, иншалла, скоро и для мусульманок отдельно тоже будет коллекция. Там чувствуется почерк, там чувствуется характер. Какой он этот характер? Что-то закладывали? Или это все-таки вот как раз-таки от сердца идет? Это идет от сердца, но, как сказать, одежда создается для, ну, вот, в моем понимании, для разных девушек, женщин, да. То есть я, допустим, вижу в своей одежде и девушку, которая занимается своими детьми, и бизнес-вумен какую-то. Ну, в общем, мне кажется, что, вернее, как, я хочу создавать такую одежду, которая может подойти абсолютно любой девушке, подстраиваться под ритм разных типов дам. Ага. Вы сейчас, кроме этого бренда, еще чем-то занимаетесь? Вообще, моя основная профессия – это оценка. Вернее, как, я училась на финансиста вообще. А второе высшее образование у меня вот как оценщик получала. И практически сколько? 16 лет я посвятила как раз-таки вот оценке недвижимости. Вот. Ну, вот, получается, параллельно вот эта вот работа была. Но сейчас я полностью все свои силы отдала на продвижение, на развитие бренда. Оценка вы тоже – это было ваше дело или вы на кого-то работали там? Я работала. Работаете. То есть вы сейчас, в принципе, как раз это ваши первые шаги на пути предпринимательства, да, своего дела? Да. Какими вы идите в эти шаги? Что предстоит вам сделать в ближайшее время? И есть ли у вас цель? То есть, вот, например, ближайший год, к чему вы хотите прийти? В вашем деле? Ну, учитывая, что времени прошло очень мало сначала, да, от этого дела, я так понимаю, что нужно сейчас все силы отдавать. Ну, во-первых, отшивать модели. Во-вторых, ну, развивать так это, чтобы бренд стал узнаваемым и выходить на продажи. Цель любого предпринимателя – продажи. Продвижение вы сами будете заниматься или у вас уже есть команда? Вот в плане продвижения пока все сложно, команды нет, но я как бы над этим думаю и все-таки склоняюсь к той мысли, что каждым делом должен заниматься специалист. Да, один человек не может быть и модельером, и продвигать, допустим, на просторах Инстаграм аккаунт, ну, вот, там, в шите. Хотя я понимаю, что модельер, допустим, должен разбираться в каких-то вопросах технологических в плане создания одежды. Ну, я думаю, со временем этот опыт я получу и знания, а вот в плане развития нет. Пока команды нет, есть человек, который мне помогает в этом, но пока все так, очень скромно. Ну, это, в принципе, классическая ситуация, когда человек начинает свое дело, он все делает своими руками, да, и ищет. Вот сейчас в современном мире успешнее и, наверное, быстрее и экономичнее, вот, если рассматривать вложение именно в продвижение самого бренда, локального, да, то есть вот, чтобы был узнаваем бренд. Или же продвижение через человека, да, личность продвигается, и человек покупает у личности. В принципе, то время, когда мы покупаем у людей, а у вас нет присутствия человека, именно как такового я не нашла, да, какое у вас отношение к этому? Ну, у меня есть личный, если говорить об Инстаграме, да, сейчас это самая мощная площадка и для торговли, и для самовыражения. У меня есть личная страница, но нигде нет моих фото абсолютно, я не выкладываю по некоторым соображениям свои фотографии. Но если говорить о самовыражении, о моей душе, допустим, да, говорят фотографии и текст под ними. Я люблю писать какие-то рассуждения, философствовать, когда есть настроение. А именно, ну, если говорить о персонализации своей личности, да, вот, идентификации, то, ну, я как бы не публичный человек, и с этим сложности. Даже не сложности, а, ну, это вот мой такой личный принцип. Ну, в принципе, личный бренд ведь можно развивать не через, например, показывать себя, да, лицо. То есть важно же, вы понимаете, фотографии, то есть можно присутствие показать, ощутить. Вот я об этом. Готовы ли вы использовать этот инструмент, если он на данном этапе? Действительно, это вариант быстрее, можно сказать. Потому что, ну, например, да, вкладываться в развитие бренда, чтобы он стал узнавим на слуху, гораздо больше потребует ваших финансовых вложений, да, усилий, чем если будет человек. Потому что если я скажу, что, допустим, на Хузор ТВ приходила Инесса, человек, который увлекается творчеством, рисует картинки, у нее такая коллекция, человек запомнит вас, он придет, он, то есть интерес к человеку. А если я скажу, что вот был такой-то бренд, а они занимаются вот такой-то продажей, человека не упоминая, интересы чуть меньше, и нужно чаще упоминание. То есть готовы вы использовать этот инструмент? Да, конечно, и в планах было, как это сейчас называется, поза знакомства, да, по-моему? То есть в планах это, да, есть и, конечно, будем пользоваться. Да, иншаллах, при правильном прикладывании усилий, я думаю, результат не заставит себя ждать, тем более, когда продукт качественный. Что важно вам в вашем продукте? То есть можете описать этапы производства? То есть как вот эта идея родилась от идеи до реализации? Ну, идея у меня рождается очень быстро, у меня на, так скажем, визуализацию образа уходит очень мало времени. Это может быть 5 минут, когда картинка просто в голове рождается, это может быть там полчаса, да, ну, когда уже прорабатываешь какие-то детали и думаешь, как это будет выглядеть лучше. Далее я определяюсь с выбором ткани. Ткани, я, конечно, обращаю внимание на то, чтобы ткани были качественные по составу, и производители, чтобы были хорошие. Ну, то есть чтобы потом не было неприятных моментов, да, в том плане, что изделие себе как-то готово уже, везет как-то неправильно. Далее отдаю эскизы в ателье, где мне отшивают одежду. Ну, и там уже в процессе примерка первая до конечного результата. Вы планируете работать индивидуально или на заказ? То есть это будет конкретно коллекция ограниченная, да? Коллекция будет выпускаться, но не исключается возможность пошива одежды на заказ, конечно же, под конкретного человека, потому что есть люди, которые, допустим, в силу своей работы нуждаются в постоянной смене нарядов, у них свои какие-то потребности, для них тоже. Вы как-то, вот знаете, на рынке очень много конкурентов, да, в этой нише сейчас. А как планируете в плане цен конкурировать с другими, да? То есть что необходимо сделать? Или же вы будете делать акцент на премиум сегменты? Или на какой сегмент ориентируетесь и как планируете конкурировать? Ну, в плане ценового диапазона, ну, скорее, это средний сегмент. У меня, конечно, есть очень большое желание сделать отдельную премию в линейку, прям очень большое желание. Но я думаю, да, это средний диапазон. И у меня все-таки есть мнение, что каждый покупатель, вернее, каждый продавец найдет своего покупателя, да? Потому что как бы кто ни пытался, допустим, даже копировать что-то, все равно в эту вещь вносится свой почерк, и каждая вещь получается так или иначе чем-то отличается. Ну, вот если честно, слово «конкурировать» мне даже как-то, ну, не совсем нравится. Я понимаю, да, да, я понимаю. Но вот как-то вот такого вот именно с этой стороны, ну, как сказать, размышления на эту тему, да, у меня пока что, во всяком случае, не возникает. Как ваша семья отнеслась к решению о том, чтобы создавать свою одежду? Ну, это было все, в общем-то, неожиданно, это ни с кем не обговаривалось. Но мама у меня была очень удивлена. Вот. Дети, ну, дети, они, в общем-то, работают мамой, работают. Ну, как-то особо комментариев они по этому поводу не озвучивали. Вот в плане мамы воспитания детей, направляете ли вы их? Как чувствуете своих детей, да, вот именно даже в плане творчества? Ну, я стараюсь, конечно, я стараюсь не навязывать свое мнение, мягко как-то что-то подсказывать. Сейчас же очень такое время, что все люди очень сильно, да, как сказать, даже, может, зацикливаются на здоровом воспитании, все такое вот я не исключение. Ну, с детьми хорошие отношения. Я, конечно, не такая мама, которая прям вот все время прям свое уделяю детям, к сожалению. Ну, я их чувствую, могу сказать, что я их очень хорошо чувствую, у меня с ними хорошие отношения. Здорово. А вот чувствуете ли разницу, когда вы работали на кого-то, и когда вы предпринимаете свои? То есть тут разница, конечно, ощущается. Но у меня, во-первых, конечно, не с точки зрения вот эмоций, что когда ты на кого-то работала, а сейчас на себя. У меня больше сейчас эмоций по поводу того, что я начала заниматься, чем я всю жизнь хотела заниматься, но что-то мешало, да, то есть пока вот эти эмоции, они перевешивают. Я, конечно, понимаю, что ты, когда работаешь на себя, это больше ответственность, больше труда, само собой вкладывается. Но я только плюсы пока вот на эмоциональном. Я понимаю, что я столкнусь с трудностями так или иначе, но когда делаю любимое, я думаю, все преодолимо. Я тоже так думаю. А нет ли такого вот сейчас эх, почему раньше не начала? Да, в общем-то, нет, потому что всему все-таки свое время. У меня, конечно, есть сожаление, что я в свое время не поступила таким на дизайнера, хотя собиралась изначально. А так, в общем-то, нет, как все идет, но все вы вслышите. Значит, сейчас это нужно было начать делать. Где вы черпаете энергию, ресурс для жизни? Ой, с энергией иногда бывают, конечно, проблемы, потому что бывают времена, когда вообще ничего не хочется делать. Ну, заставляешь себя, ну, даешь себе, конечно, время похандрить какой-то вот короткий промежуток времени, заставляешь себя. Если о вдохновении, то сейчас в плане дела вот этого энергия бьет ключом, потому что опять-таки… Начало. Начало – дело любимое, и этим хочется заниматься круглосуточно, несмотря на трудности. Ну, тут главное, кстати, услышать звоночки, когда организм уже говорит, так, ресурсы заканчиваются, да? А что он исполняет, там, спорт, рисование? Оно забирает или наполняет вас? Наполняет, наполняет, да. А если, например, рисование на заказ? Тоже, но наполняет? Да, конечно, конечно, потому что это творчество, краски, вот это вот сам весь процесс, он так или иначе очень такое ресурсное дело это, поэтому наполняет. Планируете ли обучение бизнесу или дальше? Вот вы говорили, вы не закончили, да, дизайнерское. Почему бы сейчас? Ну, сейчас поступать на дизайнера скорее нет, потому что, ну, как-то и без образования, как известно, можно выпускать одежду. Именно дизайна нет. А в плане обучения бизнесу, ну, я постоянно читаю литературу. А, то есть уже в этом плане? Да, я постоянно читаю какие-то книги. Как только находится время, я стараюсь его наполнить информацией, обучением. Вот, но есть мысли пройти, опять-таки, как это сейчас называется, ну, обучение, видимо, по развитию того же Инстаграма, да. Ну, какие-то вот такие желания есть. Ну, мне кажется, с таким видением, и если подойти к этому творчески, да, результат не заставит себя ждать. Порой, когда очень много правил, взгляд уже замыливается, идёшь вроде по правилам, а не работает. Не работает, да. Вообще, у нас, конечно, сейчас такой мир и такой темп, да, что если, допустим, провести аналогию краски и темп, то это что-то такое очень сильно пёстрое и яркое, и вот мне хочется это всё успокоить. А, успокоить. Мне кажется, да, я больше вижу современную женщину в более спокойных цветах. Честно говоря, сама не очень люблю вот эти вот все пёстрые тушиные раскрасы. Ага. Вот, поэтому, ну, мне кажется, спокойные цвета, они более благородство, что ли, придают элегантность, если вот говорить о цветовом наполнении. А не боитесь, что этот мир захватит вас, вот этой скорости, темпы, когда вы начнёте своё дело? И если действительно встанет такой вопрос, что очень много ресурсов уходит туда, и вас не хватает в других сферах, как в этой ситуации вы видите решение для вас? Ну, в любом случае, я думаю, если анализировать сферу жизни, да, опять-таки, вот, допустим, есть же, не помню, как точно называется, колесо… Баланса, да. Да, баланса. То есть там 8 сфер. Да, да, да. И есть такое мнение, что ежемесячно нужно вот рисовать это колесо, чтобы понимать, где провал, да, получается, и почему колесо не едет. Ну, вот, если заниматься этим самоанализом, и тогда можно найти пути оставаться в балансе. Отслеживать. Отслеживать. Да, да, да. Просто, ну, вот, чисто механически отслеживать и думать, что с этим можно сделать, чтобы в баланс всё снова привести. Какие приоритеты для вас сейчас? То есть какие сферы, вот, три, да, три приоритетные сферы, какие бы вы выделили? Ну, если говорить так, о самых приоритетных, ну, семья, конечно, ну, как семья. Дети у меня, конечно же, в приоритете. Творчество и вот работа. Работа. Пока так, да. Выделяете ли вы себя в отдельную сферу? То есть вот я и забота о себе. Почему задают этот вопрос? Потому что мамы, да, особенно присущи мамам, тем более если мама занимается своим делом, очень часто вот я уходит, вот, есть другие приоритетные задачи, я уходит куда-то в самом последнее. И тем самым тоже происходит и выгорание, и усталость. Ну, усталость, конечно, бывает, не без этого. Я так думаю, что у любого человека наступает момент, когда накрывает усталость. Но нет, я не отодвигаю куда-то. Так или иначе, всё равно о себе, конечно, помнишь. Это отлично. Может, поделитесь, как происходит, что для вас любить любовь к себе, именно самой женщины? Любовь к себе, ну, вот лично в моём понимании, с некоторых пор стала слушать себя, слышать себя. И действовать, исходя из своего желания. То есть не отодвигать желание в дальний угол, а всё-таки прислушиваться к себе. Ну, душевный комфорт должен быть в первую очередь. Тут и есть любовь к себе, когда ты... Как раз-таки я свою не отодвигаешь куда-то и думаешь, ладно, потом. Всегда себя помнишь. Да-да-да-да. Какой самый необычный заказ в вашей жизни? Именно, возможно, или это картины, одежда? Ну, за такое короткое время, конечно, заказов особо не было. Но вот когда я участвовала в фестивале мод, был рейл с моей одеждой, и там висела шуба. И подошёл очень такой внушительной внешности мужчина, накачанный, и попросил отшить ему шубу из меха. Вот самое такое свежее воспоминание. Мы говорили про колесо баланса и про семью. А когда занимаешься своим делом, для меня очень важна поддержка мужчины рядом. Что вы скажете по этому поводу? Ну, к сожалению, в настоящий момент я такой поддержкой не обладаю. Но очень бы хотелось, конечно, чтобы рядом был мужчина, друг, с которым можно идти рука об руку, быть друг другу поддержкой, опорой, соратниками, может быть, в каком-то деле. Ну вот, надеюсь, всё впереди. А нет ли такого переживания, что вот сейчас вы строите свой бизнес? Я так поняла, вы одна воспитываете детей, да? Да. А что это так или иначе перед глазами других людей со стороны выглядит, что вы сильная женщина? А говорят, таким женщинам уже сложнее подступиться. Не боитесь ли вы, что вот такой образ со стороны будет? Как с этим работать? Как с этим быть? Ну, в общем-то, страха такого нет, потому что сильный мужчина, я думаю, не испугается сильной женщины. Тем более я сильно, ну, как сказать, сама по себе в своём деле, рядом с мужчиной, конечно, хочется чувствовать как раз-таки себя слабой. Не зря же говорят, сила женщины в её слабости. Поэтому в этом плане, иншалай, надеюсь, проблем не возникнет. Вы готовы быть слабой? Конечно. Для мужчины? Мне хочется быть слабой. Хочется быть слабой? Или же вы будете зарабатывать и только после вкладывать эти деньги? Ну, вот сейчас это основная трудность развития бренда. Потому что приходится, пока всё приходится делать только своими силами. И, соответственно, как раз-таки, столкнувшись с этими трудностями, скорость вот этого дела, она, ну, значительно снижена. Было бы, конечно, очень неплохо, если бы сторонние инвестиции можно было привлечь. Но пока вот всё своими силами потихоньку делаю. Ищу пути поиска средств финансовых для развития. Вот мне кажется, это чисто мои рекомендации, да, очень важно, мне кажется, вам сейчас усилить эффект на продажах вашего изделия через вашу личность. А вы очень интересная личность, да, многогранный, у вас и творчество. Работать, возможно, с лидерами мнения, чтобы быстрее распространять, когда можно работать не только за деньги, например, покупать рекламу, да, это знакомство, это интересно сотрудничать с людьми, творческими, интересными. И вот об этом говорить. Потому что это будет помогать продавать, да, увеличивать объём продажи, тем самым вкладывать их в новую, в вашу коллекцию. Спасибо большое за совет. Обязательно воспользуюсь. Недавно в одной книге прочитала такой отрывок, где женщина писала, что она чётко прописывала, какой у неё будет мужчина. Прямо по качеству. И говорит, что действительно встретила такого человека. А есть ли у вас ваше представление человека, который будет с вами? Какой он? Для меня, прежде всего, муж – это друг. То есть должны быть точки соприкосновения, общие интересы, и именно вот такие, как бы это ни было странно, дружеские отношения. Но это должен быть человек с чувством юмора обязательно. Без этого я прям не представляю общение. Уверенный в себе состоящийся… Это оставил. Не надо. Что, заново? Нет, мне кажется, уверенный в себе вот с этого момента. Да-да-да. Да, уверенность. Уверенный в себе, состоявшийся по жизни мужчина. Как это сейчас модно говорить, морально зрелый, ответственный, конечно же. Ну, в общем-то, интересный собеседник, добрый обязательно. Кстати, если ваш мужчина в будущем проявит интерес к вашему бизнесу, как вы к этому отнесетесь? Положительно. Инесса, есть ли в вашей жизни человек, кто сыграл ключевую роль именно в развитии вашего творчества? Ну, если честно, нет такого человека, нет, оно само по себе у меня. Само по себе, да. Так все как шло, да. Если вдруг сейчас у вас оказались все деньги этого мира, куда бы вы их направили? Вопрос, конечно, очень сложный. Первая мысль, которая приходит в голову, это что-то типа мир во всем мире, да, но если исходить из этого, хочется помочь тем, у кого есть потребность. Почему-то сразу дети, которые болеют, приходят в голову. А вообще, я думаю, женщина найдет, куда потратить свои деньги, потому что потребности, они же, как правило, не ограничены. Ну, помня о себе, надо не забывать о других. Да, кстати, спасибо вам за этот ответ. Инесса, вы человек творчества, я хотела бы вам предложить интересное задание. Не секрет, что многие крупные компании, когда берут к себе на работу людей, они дают им необычные задания, да, то есть связанные с этой профессией, только необычные задания, чтобы увидеть подход человека к решению этого задания. Сегодня я предлагаю вам выбрать ту компанию, в которую вы будете идти и проходить собеседование, и тот вопрос, который компания вам задаст. Так. Любое. на ваше усмотрение. Воровали ли вы когда-нибудь ручки на работе? Воровать не воровала, но грызла. Грызла? Да. Хорошо. Каюсь. Так, искренне ответа. Давайте еще что-нибудь возьмем. Это куда я? Это в G-Soft. Здесь важно, знаете, вот представьте, сидит перед вами комиссия. Они думают, исходя, ваш ответ будет определять, будете вы работать в этой компании, а это та компания, куда вы мечтаете попасть. Google. Отлично. Сколько шаров для гольфа поместится в автобус? Так. Ну, начнем с того, какой-то автобус, да? Допустим. Школьный автобус. А, нет, просто автобус. Если это газель, то, видимо, каким-то образом нужно вычислить ее размеры, объем. Ага. Размеры шара. Ну, это так. Может, это, конечно, глупая затея. Ну, и посчитать вот в этот объем сколько может поместиться шаров. Как вы будете мерить газель? Вот она перед вами, допустим. Длина, ширина, высота. Перемножаем. Ну, видите, сейчас же есть электронные приборы эти мерить. Ну, вот как-то так. Допустим, перед вами ничего нет. Как бы вы выкрутились из-за этой ситуации? На глаз у меня глазомер хороший. А, глазомер хороший. То есть включаем глазомер. Да. Включаем глазомер. Примерно прикидываем размеры автобуса. Ну, опять-таки, надо шарик, знаете, шар для гольфа какого размера. Без понятия, кстати. Все-таки сколько шаров? Не знаю. Глазомер сколько? 50 тысяч. 50 тысяч шаров. Хорошо. Спасибо. И традиционный вопрос нашей программы. Какова же цена вашего успеха? Ну, говорить об успехе как таковом еще рано. в силу того, что прошло очень мало времени с начала моего занятия. Но вообще, несмотря на то, что я понимаю, что я столкнусь и уже сталкиваюсь с трудностями с определенными, для меня цена успеха в данный момент это даже скорее не потери, как принято считать, какова цена, какую вы ценность заплатили. Я наоборот получила в данном случае удовлетворение душевное, потому что я давно хотела этим заниматься и наконец-таки начала это делать. Получила заряд. Это же получается 50 через 20 лет, да? Ну, да. Поэтому моя цена успеха в данном случае, в данной точке моей жизни это скорее, как бы это банально ни звучало, душевный комфорт. И ну, в принципе, мне это делать счастливой. Здорово. Хочу вам пожелать, чтобы ваши мечты исполнялись и мечты детства, особенно, которые были, сейчас смело просто брали и реализовывали. И, конечно же, желаю вам сильного мужчины рядом. Амин. Сегодня у нас в гостях была Инесса, основатель бренда Майо, человек, который через 20 лет нашел себе силы и уверенность реализовать свою детскую мечту. Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. До новых встреч на Хузур-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова